Продолжение следует... Придя на судно, инспектор портствует контроля, так же как и ветер контроля, могут потребовать от членов экипажа. Садовой персонал должен знать и уметь корректировать карты временными и предварительными извещениями мореплавателей на авария, принятые с NAVTECSA. Представить доказательства проверок того, что карты откорректированы на момент современности. Доказательства проверки и проработки пасочплана, что включает установку. Отметок незапланированной якорной стоянки, точек невозврата, абортпоинт, районов запрещенных для плавания, ноугоуэрия, параллельные индексы, точку перевода машины в режим стендбай, стендбай энджин. Точка вызова капитана на мостик, отметку точки включения холота, отметку точки сброса или подъема якоря. Все карты на предстоящий переход должны быть последнего издания. Все штурмона на судне должны знать, как правильно установить опасную глубину, контур вокруг судна, опасную изобату, мели и все остальные установки. Доказательства того, что определение местоположения судна производилось не только по GPS, но и визуальными методами, а также с помощью радара. Отметка на карте Zone of Confidence, зон надежности. Как известно, бывают пять зон надежности A1, A2, B, C и D. Обозначают они надежность матеметрической информации или промера глубин, точность на местоположение объектов и обследование дна. Наличие DPPC теста. DPPC обозначает Data Presentation and Performance Checks. Об этом тесте будет сказано позже. Что проверяет инспектор по статк контроле? Во-первых, это сама картографическая система, ЭКДИС. Электронные карты, Electronic Nomination Charts. Резервирование системы или бэкап. И компетентность экипажа. Какие виды инспектирования могут быть проведены у Вас на судне? Это начальное инспектирование, Initial Inspection. И более детальное, More Detailed Inspection. При проверке КНИС, инспектор порт статк контроля проверяет, является ли Ваша система первичным или вторичным средством навигации. Отвечает ли она требованиям Международной Гидрофильской Организации и Международной Морской Организации. В садовых документах, в свидетельстве о безопасности судна по оборудованию, Safe IT Equipment Certificate, в приложении в списке садового оборудования, Record of Equipment ROE, должна быть запись об установленной ЭКНИС и системе ее резервирования, бэкап. Также может быть проверено наличие откорректированных электронных карт на переход. Проверяется выполнение функциональных проверок. Функциональные проверки ЭКНИС могут включать в себя следующие. Соответствие данных системы позиционирования и картографической информации. Положение судна по ЭКНИС по отношению к береговым объектам и ориентирам. Нужно сравнить местоположение Вашего судна, взятого альтернативным GPS-способом, с местоположением на электронной карте, визуальные и радиолокационные пеленги на береговые объекты. Проверка данных, приходящих от датчиков, так называемый COM-трейс. Перекрестные проверки, сравнение данных, полученных от разных датчиков. Возможность отображения пассаж-план на предыдущий и предполагаемый переход. Наличие на судне процедур по использованию ЭКНИС и переходу на ее резерв, бэкап. Наличие и работоспособность резервного оборудования ЭКНИС, бэкап, указанного в списке оборудования. Наличие на борту откоррективных пособий для плавания. Что может являться явным основанием для проведения более детального инспектирования ЭКНИС? More details inspection. Это, во-первых, если в вашем свидетельстве о безопасности судна по оборудованию, рекорд of equipment, нет ЭКНИСа в списке инновационного оборудования. 2. Доклад осмосской службы или службы управления движением судов о неисправности ЭКНИС, о том, что она не используется или ее использование привело к опасной навигационной ситуации, или экипаж не имеет навыков работать ЭКНИС. 3. Признаки очевидны неисправности ЭКНИС, например, ошибки навигационных датчиков. 4. Если ЭКНИС используется без официальных электронных карт, или они не откорректированы. 5. Не работает бэкап, например, бумажные карты не откорректированы. 6. Отсутствие на борту откорректированных пособий для плавания. 7. Вахтенный помощник не знает базовых принципов работы с установленной ЭКНИС. 7. Более детальное инспектирование ЭКНИС включает в себя проверку. 8. Наличие сертификата типового удобрения. 9. Type approval certificate. 10. Поступление в ЭКНИС данных от навигационных датчиков. 11. GPS, лак, гирокомпас. 12. Работа в ЭКНИС от аварийного источника питания. 13. Проверка журнала в ЭКНИС. 14. Проверка того, что он используется. 15. Наличие письменных процедур системы управления безопасности по использованию ЭКНИС. 15. Используемый бэкап отмечен как таковой в списке оборудования. 15. Record of Equipment. 15. Вахтенный помощник знает, как перейти на бэкап в случае выхода из строя ЭКНИС. 16. Если в качестве бэкапа используется электронная система, то проверяется. 16. Ее работоспособность. 17. Независимость ее питания от основной ЭКНИС. 17. Установлены ли откорректированные электронные навигационные карты. 18. Возможность отображения Voyage-плана. 18. Если в качестве бэкап используются бумажные карты, то проверяется. 19. Наличие карт на переход. 19. Их корректура по извещению мореплавателям. 19. ЭКНИС используется с официальными электронными картами Electronic Navigational Charts. 20. Электронные карты подобраны на переход. 21. Инструкции по корректуре имеются. 22. Электронные карты откорректированы на переход. 22. В отношении компетентности экипажа более детальное инспектирование включает в себя свидетельство о прохождении одобренной тренажерной подготовки по ЭКНИС. 23. Сертификейт of Training on Simulators. 24. Лист и процедура системы управления безопасности ознакомления судоводителей с ЭКНИС, установленные на данном судне. 25. Тайспецифик сертификейт. 26. Случайно выбранные судоводители могут продемонстрировать решение основных задач при помощи ЭКНИС. 27. Подобрать карты, изменить масштаб, объединить значение символов, редактировать маршрут. 28. По крайней мере, один из судоводителей должен продемонстрировать процедуру выполнения корректуры электронных карт. 28. В отношении пособия для плавания более детальное инспектирование включает. 29. Необходимые пособия для плавания имеются и откорректированы по последнему извещению мореплавателям. 30. Если используются электронные пособия, то имеются в наличии устройства их резервирования и соответствующие записи сделаны в списке оборудования. 31. Record of Equipment. 31. Какая документация должна быть на судне для порт-стейт-контроля? 32. Это приложение к свидетельству о безопасности судна по оборудованию. 34. Record of Equipment. 34. Свидетельство о типовом удобрении. Type Approval Certificate. 35. Сертификаты о прохождении тренажерной подготовки по ЭКНИС. 36. Процедуру системы управления безопасности в отношении использования ЭКНИС и порядка прохождения ознакомления с ними. 37. Руководство. Инструкция по корректуре электронных навигационных карт. 38. Договор с дистрибьютором или региональным координационным центром РЕНК по поставке и корректуре электронных карт. 39. Руководство пользователя техническое руководство на ЭКНИС. 39. На этом слайде вы видите сертификат, подтверждающий поставку корректуры на админалтейские векторные карты. 39. Пайпы Proval Certificate. 40. Сертификаты типа удобрения или одобрения типа этого оборудования. 41. Выдаются классификационным обществом либо администрации флага, Министерством транспорта. 41. На левом рисунке выданное ДНВ для относки в Эритас направлен к Министерством транспорта Германии. 42. Общий сертификат или дженерик сертификат, не относящийся ни к какому оборудованию. 43. Тайспецифик сертификат, выданный на оборудование GRC. 44. Приложение «Список оборудования Record of Equipment» к свидетельству о безопасности судна по оборудованию Hargoship Safety Equipment. 44. Сертификат на поставку на судно новых карт. 44. Следующие примеры взяты из циркулярного письма, разослованного по судам одной из морских компаний. 44. Пример номер один. 44. На судне установлены КНИЗ в качестве резервного оборудования бумажные карты. 45. План перехода в КНИЗ не были включены параллельные индексы, опасные в навигационном отношении районы, точка невозврата и другие. 45. Были отмечены лишь курс и скорость для каждого отрезка маршрута. 45. Вывод. Недостаточная подготовка экипажа по КНИЗ. 46. Пример номер два. 47. На предыдущем переходе из порта А в порт Б местоположение судна по GPS не проверялось альтернативными способами в КНИЗ. 48. Лишь координаты судна, полученные при помощи DGPS, автоматически фиксировались системой. 49. Вывод. Недостаточная подготовка экипажа по КНИЗ. 49. Пример номер три. 50. На судне были в наличии бумажные карты, а также установлены КНИЗ. 50. Тем не менее, в списке оборудования не было указано резервное оборудование для КНИЗ. 50. Вывод. 50. Бюрократическая ошибка в свидетельстве о безопасности судна по оборудованию. 50. Пример номер четыре. 51. В информации о судне содержится запись об отсутствии КНИЗ на судне. 51. На самом деле КНИЗ установлен в июне 2015 года и эксплуатируется по настоящее время. 51. Вывод. Ненадлежащее введение документации и ее проверка. 51. Пример номер пять. 52. Дискретность определения места судна в июне 2015 года и эксплуатируется по оборудованию КНИЗ при подходе к порту установлено равное 5 минутам, что слишком много для безопасного судовождения. 52. Вывод. Неправильная интерпретация указанного параметра в июне 2015 года. 53. Пример номер шесть. 53. Судно имело осадку 5 метров. 54. В ИКНИЗ были установлены следующие параметры безопасности. 55. Безопасная глубина 15 метров. 55. Безопасная изобата 7 метров. 55. Мелководная изобата 5 метров. 55. Глубоководная изобата 50 метров. 55. Данные параметры не были рекомендованными инструкцией производителя и процедурами компании для судна с такой осадкой. 55. Со стороны это выглядело так, что судно прошло путь в водах небезопасных в навигационном отношении. 56. Вывод. 56. Штурманский состав не ознакомлен с процедурами установки надлежащих параметров безопасности. 57. Согласно Парижскому меморандуму, каждый год с 1 сентября по 30 ноября проводятся концентрированные проверки в рамках проверки порт стоит контроля. 57. Заранее объявляется тема концентрированной проверки. 58. Так, в 2015 году это был заход в закрытые помещения и проверка конвенции по международной организации труда. 58. В России срок проведения концентрированных проверок увеличивается на 1 месяц с 1 августа по 30 ноября. 58. А как вы можете видеть из этого слайда, в 2008 году тема концентрированной проверки была проверка на безопасность мореплавания по 5 главе Солоса. 58. Было произведено 5809 проверок, 5470 судов, видно несколько судов было проверено несколько раз, было выявлено 1872 замечания и 81 судно было задержано. И что самое интересное, причинами задержаний являлись в основном морские карты и публикации, что говорит о важности темы карт. 58. International Chamber of Shipping, Международная морская палата, выпустила несколько руководств для штурманов. 58. Одно из них вы видите на экране Voyage Plan, планирование маршрута. 59. Они рекомендуют, так же как и бумажные карты, вести учет электронных карт и ее корректуру. 59. Кроме того, при планировании маршрута рекомендуется делать подъем карт, то есть отмечать основные опасности, лежащие возле вашего маршрута и основные детали маршрута, так же как это делается на бумажных картах. 59. Здесь вы видите такой пример проработки маршрута. Указаны районы, запрещенные для плавания, Activated Check Road, Safety Control и так далее. 60. Это указывает на то, что проработка маршрута сделана неформально. 60. На этом слайде указаны требования АМСа. Это австралийский порт-стейк контроль. 61. АМСа считается одним из самых требовательных порт-стейк контролей. 62. Но, как видим из списка, ничего особенного они не требуют. 63. Могут быть проверены согласования датчиков, включение ЭГДИСа в список критического оборудования, 63. Демонстрация экипажам компетентности работы с ЭГДИСом. 64. Причем проверки подвергаются, как говорят очевидцы, в основном капитаны и старшие помощники. 64. Что вполне объяснимо, так как вторые и третьи помощники в основном знают работу с ЭГДИСом очень хорошо. 64. Придя на судно, рекомендуется знать 21 пункт, представленный на этом слайде. 64. Вы должны знать, какая система применяется на судне. 64. Растровая или векторная. 64. Кто поставляет карты, как часто поставляет карты. 64. Процедура установки карты корректуры. 64. Кто является региональным координационным центром. 64. С кем заключены договоры на техническое обслуживание, поставку карты корректуры. 64. И кто является вашим провайдером. 64. А также, какие карты отображаются на вашем ЭГДИСе и когда заканчивается лицензия. 64. Какие карты отображаются на вашем ЭГДИСе и когда заканчивается лицензия. 64. С 1 сентября по 30 ноября 2017 года была проведена совместная концентрированная проверка токийским и парижским меморандумами на тему безопасности навигации, включая ЭГДИС. 64. Несомненно, что ЭГДИС будет одним из приоритетных пунктов. 64. Настоящий класс НК распространяет этот материал на основе изучения связанных с ЭГДИС недостатков, отмеченных порт-стейд контролями. 64. В этом материале представлены примеры связанных с ЭГДИС недостатками, отмеченных порт-стейд контролями и примечаниями на основе технического и или операционного опыта. 65. Safety Equipment сертификат не отображает, что является дублированием бэкап второй КНИЗ либо бумажной карты. 65. Китайский порт-стейд контроль. 66. Карты, не одобренные КНИЗ, использовался в качестве первичного средства для навигации в предыдущем и планируемом рейсе. 66. Испанский порт-стейд контроль. 66. На судне установлены КНИЗ, но не одобренного образца. 67. После установки на судне КНИЗ, Safety Equipment сертификат должен быть переиздан с описанием КНИЗ в приложении формы E. Record of Equipment. 68. После установки КНИЗ, закажите инспектирование для замены Safety Equipment сертификата. 69. Если невозможно одновременно установить и КНИЗ и вызвать инспектирование, проконсультируйтесь у классификационного общества. 69. Канадский порт-стейд контроль. 69. Вахтенный помощник не имел действующего сертификата на установленном оборудовании ТАИ-специфик сертификата, согласно ПДНВ, правило 1.14. 69. Несмотря на то, что ни в ПДНВ, ни в СОЛОС нет требования иметь ТАИ-специфик сертификата, 70. Однако необходимо обеспечить достаточное ознакомление экипажа СЕК-ДИС на борту. 70. Циркуляр 24 ПДНВ, который Вы сейчас на экране и видите. 71. Нет требований иметь сертификата ТАИ-специфик сертификата. 72. Знания, понимания и умения, необходимые для демонстрации, обобщены, чтобы моряки обладали необходимыми навыками для работы на всех типах оборудования. 73. В соответствии с правилами 1.14, компании несут ответственность за обучение моряков, работающих на судах, знакомятся с установленным оборудованием, в том числе ЭКНИС. 74. Принято, что моряки должны проходить подготовку по использованию ЭКНИС. 75. Не требуется предоставлять документацию по обучению ЭКНИС, которая установлена на судне, а также должны быть ознакомлены с оборудованием ЭКНИС, установленным на борту. 75. Австралийский порт-стрит-контроль 75. Модельные курсы ИМА 1.27 75. Третий помощник не имел подтверждения прохождения модельного курса 1.27 75. Испанский порт-стрит-контроль 76. Третий помощник не имел сертификата прохождения общих курсов по ЭКНИС. 76. Австралийский порт-стрит-контроль 76. В судовом чек-листе для вновь приходящих помощников об ознакомлении с оборудованием мостика не был включен пункт ознакомления ЭКНИС. 76. Если сертификат вахтенного выдан в соответствии с манильскими поправками, использование ЭКНИС для безопасной навигации включается как одно из минимальных требований сертификации помощников. 76. Хотя ни в ПДНВ, ни в СОЛОС нет требований иметь ТАЙ-специфик сертификата, должно быть обеспечено знание ЭКНИС, установленного на борту судна. 76. Китайский порт-стрит-контроль 76. В ЭКНИС не поступала информация о курсе и скорости. 77. Австралийский порт-стрит-контроль 77. Звуковые алармы в ЭКНИС были отключены. 77. Вахтенные помощники должны понимать работу всех компонентов ЭКНИС. 78. ЭКНИС должна быть совместима с новыми стандартами электронных навигационных карт после 31 августа 2017 года. 78. Если какой-то сигнал не приходит в ЭКНИС, проблема может быть с оборудованием. 79. Откуда приходит сигнал, датчики, либо с соединением между ЭКНИС и оборудованием. 79. Класс НК требует подключения АИС и радара. 79. Австралийский порт-стрит-контроль 79. Внедренная система управления безопасностью судна не обеспечивает надлежащей безопасности судоходства, 80. О чем свидетельствует отсутствие процедур плавания с использованием ЭКНИС. 80. Австралийский порт-стрит-контроль 80. Процедуры СУП, судна по планированию и мониторингу маршрута не обеспечивают безопасность судовождения, 80. О чем свидетельствует отсутствие процедур и процессов для использования планирования ЭКНИС и мониторинга маршрута. 80. Австралийский порт-стрит-контроль 80. СУП не содержит адекватные инструкции и процедуры работы с садовой ЭКНИС. 80. Австралийский порт-стрит-контроль 80. Внедренная система управления безопасностью не содержит процедуру ознакомительного обучения на борту по использованию ЭКНИС. 80. Внедренная СУП не содержит процедуру использования ЭКНИС по планированию и мониторингу маршрута. 80. Поскольку работа ЭКНИС является одной из ключевых операций, по меньшей мере следующие элементы, относящиеся к ЭКНИС, должны быть указаны как часть руководства по СУП. 80. Электронные навигационные карты и обновления, планирование рейса, работа ЭКНИС, мониторинг маршрута, обслуживание оборудования и программного обеспечения. 80. Бразильский порт-стрит-контроль 80. Морские бумажные карты резервирования и КНИС. 80. Карты не откорректированы для следующего маршрута. 80. Австралийский порт-стрит-контроль 80. Нет электронных карт на предыдущей и настоящей маршруты. 80. Австралийский порт-стрит-контроль 80. Нет в достаточном количестве бумажных карт, как резервирование БКП, на последний рейс. 80. Судно использовало отсканированные бумажные карты, например, карта 4417. 80. Российский порт-стрит-контроль 80. Некоторые бумажные карты не были откорректированы извещениями мореплавателями. 80. Австралийский порт-стрит-контроль 80. Не установлены карты наибольшего масштаба на предыдущие и последующие рейсы. 80. Австралийский порт-стрит-контроль 80. Австралийские прибрежные предупреждения не были отмечены и не контролировались на приходных электронных картах. 80. В случае одиночного и книз бумажные карты должны быть обновлены и откорректированы. 80. Доставка и обновление НК. 80. Размер электронных навигационных карт 5 МБ. 80. Заказ карт доставляется в базовом CD или DVD. 80. Обновление карт доставляется еженедельно, Updated CD. 80. Руководство по обновлению электронных навигационных карт необходимо, чтобы отразить предупреждение NAVTEX извещения мореплавателей. 80. Австралийский порт-стрит-контроль 80. Нет подтверждения того, что позиция судна отслеживалась на ИК-НИС в предыдущем рейсе, так как этого требуется в пассаж-плане. 80. Австралийский порт-стрит-контроль 80. Позиция судна не проверялась в ИК-НИС независимыми методами с надлежащими интервалами времени. 80. Китайский порт-стрит-контроль 80. Мониторинг маршрута производился только по GPS для определения местоположения судна. 80. Австралийский порт-стрит-контроль 80. В предыдущем рейсе определение местоположения судна определялось только по GPS. 80. Позиция судна не проверялась другими методами, как запланировано в ВОИЧ-плане. 80. В основном ИК-НИС имеет три функции местоположения. 80. GPS – линии положения для определения места судна по пилингам и дистанциям. 81. Ручное исчисление DR-D-Triconing для определения места судна, когда ИК-НИС вышел из строя. 81. Используется гирокомпас и лак. 81. Во избежание ИК-НИС способствовал посадке на мель или других случаях, связанных с GPS, 81. Определение места судна должно периодически определяться, используя линии положения, 81. Которые вводятся в ИК-НИС вручную. 81. Пример. 81. Пилинг от берегового знака на судно, используя гирокомпас. 81. Дистанции до берегового знака, используя радар. 81. Австралийский порт стоит в контроль. 81. Вахтенный помощник не смог продемонстрировать работу на ИК-НИС. 81. Ручное определение местоположения и не знаком с ручным счислением DR-D-Triconing. 81. Австралийский порт стоит в контроль. 81. Вахтенный помощник не знаком с основными установками, тревогами и алармами, отображаемыми ВК-НИС. 81. Австралийский порт стоит в контроль. 81. Вахтенный помощник, ответственный за планирование маршрута, не мог изменить безопасную глубину. 81. Сингапур. 81. Вахтенный помощник, ответственный за планирование маршрута, не мог продемонстрировать проверку безопасности маршрута и установить позицию судна. Австралийский порт-стейк контроль. Вахтенный помощник не мог продемонстрировать или восстановить запись пройденного маршрута. ПДНВ таблица А2 кодекса ПДНВ, глава 2, требует умения определения местоположения судна, используя небесные тела, ориентиры, навигационные средства, маяки, буи и ручное исчисление. АМСа заявила, что ознакомление с ЭГДИС должно охватывать следующую область. Ознакомление со структурой меню. Настройка дисплея. Установка значений безопасности. Распознавание сигналов тревоги. Индикаторов неисправностей и действий, которые необходимо предпринять. Планирование маршрута. Мониторинг маршрута. Переход на резервные системы. Загрузка карт и обновлений, лицензии и программного обеспечения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова